Наша программа. Да, ну, Ксюша, у меня еще есть один стартап, который тебе понравился. Тоже, по-моему, касается сферы высоких технологий. Лет 10 назад 18-летняя девушка Карина из Белгорода искала бы богатого спонсора, который бы ее отвез в Милан, гулял бы там по галерее Виктора Эммануила. Ну, как в общем, тогда девушек было принято. Теперь модно быть ит-герл, сама теперь Карина живет в Милане. И то, что она вытворяет, она сделала себя сама. Я не могу сказать, что мне очень нравится, как именно она себя сделала, но финансовый результат впечатляет. Наша Даша, Жук, поехала в Милан перенимать опыт и становиться настоящей ламповой няшей. Ее образом вдохновился даже знаменитый Энджойкин, сделавший крымского прокурора Наталью Поклонскую международной звездой. Двухминутный ролик с участием 18-летней россиянки из Италии посмотрели 10 миллионов человек. И кажется, ламповая няша выиграла поединок с крымским няшмяшем. Потому что я самая классная и такая, как все стримерши. Могу себе позволить то, что хочу. На стрим-каналах и в социальных сетях ее знают, как стримершу Карину. О жизни девушки офлайн известно немного. По паспорту Карина Козырева, 18 лет, до 13 жила в Белгороде, сейчас в Миланском пригороде Линьяна. Учится на дизайнера в Институте прикладных искусств имени Антонио Берноке. У меня обычная жизнь, как у всех. Как все люди, выхожу из дома, хожу в магазин, пью кофе в кафешках. Карина и в жизни такая же, как в интернете. Прохожие оглядываются на девушку с гламурной прической и странным в этой глуши макияжем. В Италию я переехала, потому что меня забрала моя мама еще 5 лет назад. А в Россию, да, я бы хотела вернуться, чтобы повидаться со своими старыми друзьями, подписчиками, устроить фан-встречу. 356 тысяч подписчиков в Твиче, 150 тысяч ВКонтакте и еще 80 в Инстаграме. Армия Карины в основном мальчики-подростки. Поклонников стримерши вербуют кукольной внешностью в сочетании с агрессивным поведением. Чем больше воплей, тем больше просмотров. А чтобы зритель не заскучал, Карина экспериментирует с формой. То заваривает доширак прямо перед экраном. Али, давай, тем пока травишься. Аж и курса. То готовит шаурму. Обтягивающие леггинсы и фирменный мат стабильно добавляют просмотров. Игровой канал Карины называется Шкура Гейминг. Стримерша объясняет, шкура – это синоним слова «девушка» и добавляет, в этом нет ничего оскорбительного. В своих стримах она не развенчивает сексистские стереотипы о девочках-тинейджерах, а пользуется ими как инструментом для раскрутки самой себя. Вечерами я сижу у окна и люблю мечтать о звездах. А внутри у меня целый мир, полный мемов. Только за прошлый месяц Карина заработала 850 тысяч рублей. Ей платят за возможность отправлять сообщения, пока девушка играет в доту. Послание зачитывает синтезатор речи. В ответ девушка должна выполнять пожелания поклонников. Слава Украине! Героям слава! 50 тысяч рублей! Минимальная плата за сообщения – 30 рублей, но в основном оставляют больше. Такую плату называют пожертвованиями, а на языке геймеров – донатами. Спеть ламповую няшу? Собач! Мур-мур-мур-мур. Я ламповая няша, собач! Мур-мур-мур-мур. Я ламповая тян. У девушки есть и собственный продюсер Андрей Набоков – серый кардинал шкура гейминга. Все проведенное с нами в линья на время Андрей был за спиной оператора, но в метре от Карины, контролируя каждое ее слово, в тени должно оставаться все, кроме нее. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мама звонит. Да, мам. Где встретимся? А, хорошо, сейчас подойду. О маме Карины тоже почти ничего не известно. По словам популярной стримерши, ее семья получает угрозы от завистников, мечтающих о ее славе и деньгах. Поэтому тоже остается в тени. Моя семья меня поддерживает. Мама даже иногда включает мои стримы, но говорит, что долго не может смотреть, потому что у нее идет кровь из ушей. Бизнес-план 18-летней Карины несложен. Покорить мировое пространство Ютьюба. Дизайн образования – это на всякий случай. Если план А провалится. А пока мур-мур-мур и няшность хорошо продается, выходить из образа рано. Паш, мне кажется, что это скорее называется утечка мозгов. Откуда? От нас в Италию. Там утекло все, судя по всему. Там много чего другое утекло. Ты все-таки в этом, ну не в этом бизнесе, конечно, но нам долго пришлось... Вообще наоборот. Ты знаешь, я сейчас бабкой себя почувствовала, потому что это вообще как будто новый мир. Он нас сметет бульдозером. А вот почему? У тебя есть своя разгадка этого? Ну ничего человек не делает. Да, ну видно, что на буквах у нее только этот продюсер за спиной. Это все, бля, это игра или отчисленное сердце. А вообще, почему? Интересно так, вот я иногда прихожу к какой-то магазин и вижу там розовую уточку. Почему эту уточку покупают? У меня это секрет. Вот, например, такой дизайнер есть, Кавалли называется. Вот я когда смотрю на то, что делает Кавалли, я думаю, господи, я хочу посмотреть на человека, но я знаю одного такого. Там сейчас уже новый дизайнер, и все стало хорошо. Вот без этого, да? Да, первая коллекция вышла, так что... Ну вот тот Кавалли или тот Версачи. Вот это, вот кому это надо? Ну слушай, мне кажется, это вообще про другое. Это как вот, знаешь, смотрят люди картинки такие, когда ты вглядываешься такие галлюциногенные, и потом она начинает двигаться. Знаешь, вот такие есть, как калейдоскоп нарисованный. Обман зрения, да. Ты смотришь, долго всматриваешься, и потом, значит, там волна пошла. Вот мне кажется, это про это. Это ты как бы... Ну, знаешь, как люди, которые смотрят передачи про животных, например. Я смотрю передачи про животных. Вот там совокупляющиеся там тигрики, понимаешь, вон там питон пополз. Это вот какая-то такая вещь, психодел такой. Ты смотришь, красивая девка, мур-мур-мур. То есть чем меньше смысла, тем лучше. То есть смысла, не грузите меня, что значит, да? Не грузите меня, покажите мне красивую телочку. Ну она, правда, смотри, она очень симпатичная. Но она такая в белгородском стиле. Ну хотя нет, в Италии тоже полно таких, да. Хорошая девка. И главное, что это да, не должно быть сложно. Чем легче, тем меньше сложно. Может, это, извини, конечно, виртуальная педофилия, потому что вот старичок смотрит такой пухленький на эту девочку и что-то себе там замысливает. А сейчас же ничего в Европе нельзя, даже переписывается. Пухой старичок замысливает, это ты себя сейчас имеешь в виду? Я не замысливаю, ты знаешь, я в отношении маленьких девочек ничего не замысливаю. Ай, она уже совершеннолетняя, уже все, у нее возраст согласия уже пересечет. И старый мужчина, итальянец, еврейское происхождение, максимальную дал сумму, однократно, на 3000 долларов. Так что я все-таки прав. Поскольку запрещена педофилия, даже виртуальная, то есть нельзя не послать подростку письмо никакого. Она кусит ведь под 16, да? Конечно, но вот на такой эксперимент, конечно, надо поставить. Какой-то здесь придумать у нас придумку. Синдеева, я думаю, даже еще и заработает на нас. Чтобы нам тоже зрители слали, что нам делать, а мы будем выполнять, Паш. Вот слава Украине. Это будет номер, да, слава Украине, героям слава. Ну что ж, давайте продолжим этот бизнес-проект на следующей неделе. И правда, почему мы... Заработаем свои 850 тысяч рублей. Да, особого оборудования не надо, мы все это видели, там лэптоп поставил, все отлично. Главное, чтобы они просили меня раздеваться. Почему? Мне кажется, только это выходит, Паш. Не бросайте меня в терновый вкус. Давайте прикроемся рекламой. Продолжение следует...